Фото-видео фиксации на дорогах области помогла уменьшить число погибших в ДТП за последние 15 лет. Об этом заявляют в областном управлении ГИБДД. Стационарные комплексы проекта «Безопасный город» установлены во многих городах региона, в том числе 28 в Граце. Кроме того, работают 25 передвижных пунктов. Камеры устанавливают на самых опасных и оживленных участках дороги. С их помощью удается снизить число аварий и нарушений в среднем наполовину. Улица Ларина. Встречные автомобили отделяет отбойник, и водители прибавляют скорости. За этот год тут произошло уже два ДТП. ГИБДД вносит это место в список очагов аварийности. И один из передвижных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения КРСП устанавливают именно здесь. На сегодняшний день на территории области работает 25 подобных комплексов. Поставляются комплексы в соответствии с дислокацией, утвержденные ГИБДД. В местах очагов аварийности. В данном случае комплекс установлен на улице Ларина. Мы можем видеть, что сотрудник не имеет возможности вмешиваться в работу комплексов. К обслуживанию комплексов привлекаются только обученные сотрудники подрядных организаций. Операторы, которые непосредственно работают с комплексами, не имеют доступа к персональным данным. Вся информация поступает по защищенным каналам связи в Центр контроля транспорта. Я могу только смотреть на нарушителей. Как-то их изменять я не имею права, во-первых. А во-вторых, просто физически не могу. Вот у нас был один нарушитель. Я даже текст не могу нарушения его разглядеть. То есть очень мелко все происходит, все в автоматическом режиме. У нас прибор способен фиксировать очень много нарушений. Максимально у нас доходило до полутора тысяч нарушителей. То есть он каждую секунду даже быстрее, наверное, щелкает, сфотографирует. Автолюбители отмечают, что камеры фото и видеофиксации дисциплинируют водителей. Я думаю, что нужна обязательно в тех регионах, где камер больше, водители ездят аккуратнее и боятся. То есть в любом случае. Ну, опять же, наверное, скорее штрафов. Это действует как напоминание. Потому что за рулем едешь, особенно когда вот едешь, извиняюсь, 500 километров, 600-700 по неволе. И спешишь домой куда-то тоже, расстояние большое. Увлеченный, едешь за рулем, то есть забываешь немного о соблюдении скоростного режима. Забываешь, а как запеликает или как увидишь объявление, то есть сразу напоминание, сразу напоминает об этом, сбавляешь скорость. Контроль за аварийными участками автодорог в регионе усилен по поручению губернатора Валерия Шанцева. В госавтоинспекции подтверждают, меры, принятые областным правительством, позволили добиться конкретных результатов по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе. В 2014 году был зафиксирован самый низкий показатель по количеству погибших в ДТП с начала века. Это и Московская трасса, это Мячково, Пыро, где аварийность стринизилась порядка в 2-3 раза по метрам мосту, на котором не зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия. Как в 2014, так и в 2015 году. Хотя до этого дорожно-транспортные происшествия там были. И перечень этих улиц все увеличивается и увеличивается. То есть я еще раз хочу сказать, что средства фото-видео фиксации свой вклад в безопасность дорожного движения вносит. Анализ аварийности в зоне рубежей контроля камер фото-видео фиксации показывает снижение количества аварий в среднем на 40-50%. Нарушения скоростного режима снизились на треть. Мы сейчас, выделяя средства, будем, конечно, приобретать все самое новое, все самое современное, с тем, чтобы иметь большие возможности этих комплексов. Ну и самое главное, что такая техника позволяет нам сейчас выходить уже на федеральные трассы, которые ведут в Нижний Новгород, Нижегородскую область. И закрывать уже будем всю область, а не только центр Нижний Новгород. До конца года по проекту «Безопасный город» планируется закупить еще 70 передвижных комплексов фото- и видеофиксации и три комплекса «Паркон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова